Снимать рекламные ролики очень интересно. Как правило, перед тобой ставят всегда разные и часто необычные задачи. Это всегда командная работа, и важно понимать, у кого какие обязанности и как строится весь рабочий процесс. В этом фильме мы постараемся в общих чертах рассказать о том, как же снимается рекламный ролик. Рекламный ролик – это набор архетипических кадров, архетипических картинок. Эти картинки должны вызывать помимо эмоций еще что-то сообщать. В рекламе, как правило, все очень сжато. У тебя есть несколько дней на подготовку, там один, максимум три смены на съемку, и все. И потом, там буквально через несколько дней уже нужно сдать финальный продукт. Как и в любом видеопроизводстве, создание рекламного ролика также состоит из трех этапов. Но у каждого из них есть свои особенности, о которых важно знать. Просто в поиску прикладывайте, в фигаку все. Обознать, не надо нажимать просто. А, все, я ошибаюсь. Начинаем подготовку. Предпрогрешено – это, наверное, самая важная часть любого съемочного процесса, потому что от того, как ты подготовишься и сколько ты на берегу вопросов сможешь решить, зависит от того, как действительно все пойдет дальше. Девушка про телефон забыла? Да еще раз, что это такое? Это разбор сценария с точки зрения его хронометража. Это поиск, подбор локаций. С режиссером утверждаем локацию и выбираем, какие кадры, откуда мы будем снимать. Смотрим, откуда, какие ракурсы, как будет двигаться камера. Я смотрю с гайфером, откуда мы будем ставить свет примерно, в той стилистике, в которой нам нужно. Определяем, где солнце, если оно присутствует каким-то образом или дневное освещение. Мы смотрим его ногами, проходимся и решаем, где и какие детали мы будем привносить, дополнять, убирать. Иногда бывает, что приходится что-то настраивать, немного менять уже реальный объект. Всегда очень срочно принимать лишь финансовые решения и понимать, выбираем ли мы один из вариантов, который нам нравится тем-то и тем-то, или выщем какие-то более бюджетные версии. Задача продюсера наравне с тем, чтобы посчитать деньги, это все спланировать жестко, по срокам. Для любого режиссера самое важное – это второй режиссер, потому что он делает то, чего не хочет сделать режиссер. Ну, он сильно ее перекрывает, сделает что-нибудь. В первую очередь, второй режиссер отвечает за коммуникацию всех цехов между собой, режиссером, администрацией. Задача директора съемочной группы – обеспечить съемочную группу всем необходимым для съемочного процесса на том уровне, на котором позволяет бюджет, максимально возможным. Я контролирую все ли в порядке с кастингом, есть ли у нас достаточное количество актеров, нравятся ли они режиссеру. Встречаешься с режиссером, обсуждая какие-то моменты, предлагаю ему определенных героев. Ну, то есть, я, например, беру какую-то там, неважно, бабушку, и предлагаю ему пять вариантов того, что мы можем рассмотреть. Внешние данные сильно другие, нежели там для кино. В кино можно что-то зарешетовать или там может быть роль подходящая к этому. В рекламе все идеально – зубы, губы, глаза, волосы. То есть, все должно быть идеально. Кастинг – это, прежде всего, возможность, не тратя производственное время, покрутить, повертеть артиста с тех точек зрения, которые тебе интересны. И очень часто, что именно на кастинге тебе удается раскрыть актера. Еще раз, действия гораздо красные, легче, чего ты хочешь. Знаешь, то, чего у тебя внутри. Вот действия, когда положила телефон и отошла от него, потому что нельзя писать. И руки еще, знаешь, как сделать себе. Тут существует, наверное, огромное количество методов кастинга. Я не могу здесь говорить, что это, наверное, истинно в последней инстанции. Я их провожу всегда методом такого театрального этюда. Мне совершенно неинтересно, знает ли текст человек, приходящий на кастинг. Я контролирую, есть ли референс, утвержденный режиссером по костюму, по гриму, и контролирую примерки. После того, как я купила все вещи, происходит примерка, куда приглашаются все актеры, одеваются максимально, как они должны выглядеть. Все это снимаем, отправляем на утверждение режиссеру. Я спрашиваю оператора, что нужно по операторской части. У художника я спрашиваю, сколько ему нужно людей и что он планирует делать. Поскольку ролики все разнообразные, и темы, и время действий, и эпохи, и все это зачастую, приходится всегда сталкиваться с чем-то новым, решением какой-то новой технической для себя задачей. У реквизита я спрашиваю, что у вас там с реквизитом. Решаю, сколько рабочих мне на площадке нужен, нужен мне администратор на площадке. Договариваюсь по поводу обедов. Обязательно наем транспорта входит в обед, директор съемочной группы. Рации, связь очень важна на площадке, это обязательно. Значит, сестренка вместо буханки, яблока тырит и ест. У нас тоже существует подготовка. Для этого мы получаем сценарий и видим, сколько у нас актеров, что они будут говорить, в каких декорациях это будет происходить. И, соответственно, исходя из этого, подбираем микрофоны. Ну, моя основная задача сделать грамотный вызывной. Чтобы все приехали вовремя, чтобы заложенное время на грим, костюм, на выставление света, на подключение камеры, на делание плейбека, на выставление буфета, чтобы все было правильно, четко. И дальше я приезжаю и смотрю, как это все выполняется. Но самое главное сделано, все для того, чтобы съемки состоялись. Ну, как бы я проконтролировал это и обеспечивал. Все, и дальше мы получаем вызывной и начинаем снимать. Тишина! Мотор! Камера идет. Камера идет. Первое, что должно быть на площадке сделано, это припаркован весь транспорт. Я не шучу. Приехал караван. Он приехал раньше всех, и администрация приехала раньше всех. Припарковали машину, подключили гримерку. Приехали актеры, начали готовиться актеры. В это время режиссер с оператором-установщиком, вторым режиссером и директором съемочной группы идут на объект. Выставляются на первый кадр. Это вот на них. Да, на них. Мы прямо сейчас это снимаем. Всегда должен быть план Б, план С. Он может быть не так подробно прописан, как план А, но он должен быть. Если у тебя дождь пошел, у тебя солнечный день. Да, есть такое понятие, как погодный день, как отмена съемки по этому. Но это тоже часть плана. Весь съемочный процесс, когда мы выходим в съемку, все фокусируется на втором режиссере. Они спрашивают, зачем ты. Может быть, он планирует туда чуть-чуть опускаться? Или по действию, чтобы было понятно? Что, о чем вы говорите? Как лежала рука бабушки в предыдущем-то? В общем, важно режиссеру периодически спрашивать у второго режиссера, о чем вы вообще говорите. Так ему легче понять вообще, что происходит на съемочной площадке и что снимается. Я их веду. Я говорю, что дальше снимается такой кадр, дальше мы переставляемся, дальше мы можем сделать так, дальше уходят люди. То есть они у меня спрашивают, что у нас идет дальше. Режиссеры вместе с плейбэком, они являются финальным взглядом на то, что происходит. Что-то все должно быть идеально вычищено, не может быть никаких заусенцев, недочетов в кадре, по фонам кадров. Всегда очень важно отношение к каким-то фирменным цветам. Это очень часто, что просят принести какие-то текстуры, фактуры. Я стою всегда рядом с плейбэком и смотрю, чтобы все вещи, вся одежда, пуговицы были застегнуты так, как были застегнуты в первом кадре, потому что это потом может все монтироваться и что-то может где-то быть несостыковкой. Внимательно смотрю в монитор каждую секунду, если у меня есть такая возможность, если какая-то волосинка где-то торчит, где-то что-то блестит, я сразу говорю всем «стоп, стоп, секунду, бегу, поправляюсь, не стесняюсь никого устанавливать», потому что от этого зависит, сколько работы будет на постпродакшене. Вот и все. В идеале, чем сложнее ролик, тем важнее тебе сидеть на плейбэке просто и контролировать финальный результат этого процесса. На съемочном процессе рекламного ролика тебе еще сидит бригада клиента, бригада представителей агентства, им совершенно все равно на твое творчество. Им важно, чтобы их продукт правильно смотрелся, им важно, чтобы была допущена, вернее, не было допущено никаких негативных эмоций и так далее, и так далее. Может быть, не всегда это видно зрителям, но над каждым кадром вся съемочная группа трудится очень-очень долго, и каждый кадр выставляется по свету очень долго. А стоимость с точки зрения качества, стоимость секунды рекламного ролика в разы выше, чем стоимость секунды кино, либо какого-то сериала телевизионного. Эта одна секунда должна быть по всем параметрам абсолютно идеальной. Друзья, смена окончена, все молодцы, всем спасибо большое. Я стараюсь всегда не принимать участие в монтаже с самого начала, потому что есть еще отдельная профессия режиссера монтажа, и с точки зрения его профессии я хочу посмотреть, как он сам видит эту историю. И всегда тебе, как режиссеру, гораздо удобнее работать по готовой рыбе. Некоторые понимают, что монтажер – это нечто, ну, то есть это дополнение, по сути, режиссера, какой-то другой взгляд, он может как-то интересно развернуть, может ли, а некоторые считают, что монтажер – это просто человек, который знает, куда ржать. Ну, оба подхода имеют право на жизнь. Очень важно ориентироваться в том, что лежит у тебя на монтажном столе. Это, наверное, одна из самых главных ключей, которая вообще экономит время. За всей частью технической, тебе выдают тех требования, вот всегда нужно помнить просто о них, все под них попринять. Привет, Боб, это Иден Мур беспокоит. Хотела узнать, что-то стряслось? Перезапись часто используют. То есть многие ролики, ну, все равно переписывают и голос, переписывают и шумы. Уходя в озвучку или в переозвучку, нужно прекрасно понимать, что голос или звук – это всего лишь навсего следствие психофизического действия, которое совершается и происходит на площадке с учетом предлагаемых обстоятельств, с учетом того, какая атмосфера сейчас находится в кадре, с учетом того, что тебе дает партнер. Все это в полной мере воспроизвести звукозаписывающей студии очень сложно. Работа со звуком сейчас очень важна, здесь нужно учитывать, где будет ролик транслироваться. Нельзя готовить звук под Dolby Surround для роликов, которые будут переролами на YouTube. Postproduction – это компьютерная графика, без которой в той или иной степени уже не обходится почти ни одно производство. Если там ты не рисуешь взрывы, не рисуешь 3D-модели, не снимаешь на хромакеты, ты что-нибудь отклинаешь. Всегда сейчас что-нибудь приходится клинапить. В рекламах очень важно, чтобы не фигурировали посторонние бренды внутри одного рекламного ролика. Тветокоррекция – это вообще самый волшебный процесс. От того, как выглядит кадр с точки зрения цвета, вообще зависит настроение кадра. Цветокоррекция – достаточно важная вещь, потому что, во-первых, все кадры друг от друга хоть немножко, но отличаются по освещению, по контрастности, по цвету, потому что на каждый кадр ты ставишь свой свет. У тебя должен быть финальный носитель, то есть ты смотришь на откалиброванном нормальном мониторе, если это телевизор или интернет, либо ты смотришь в маленьком оборудованном кинозале с проектора картинку, потому что отраженный и прямой свет отличаются очень сильно по контрасту. Итак, после того, как проделана вся работа, выводится финальный мастер. Готовый продукт отдается заказчику, а дальше ваш ролик отправляется в совсем другое плавание, но это уже отдельная история. Надеемся, что этот фильм поможет вам в дальнейшей работе над любым рекламным проектом.